Артиллеристы. Их называют боги войны. Именно они выполняют роль огневого щита страны. 15 ноября представители одного из самых древних видов вооруженных сил 111-я гвардейская артиллерийская бригада отметила день части. В 83 года она является одной из крупнейших артиллерийских соединений в вооруженных силах Беларуси. Наши деды и прадеды несли звание артиллериста и вот такое вот большое наследие с почетным пройденным путем досталось нам. Мы его продолжаем. Бригада участвует во всех учениях, которые проводятся в вооруженных силах. Достойно выступает, получает хорошие отличные оценки. Личный состав готов нести достойное звание артиллериста, воина артиллериста. И так совпало, что в этот день еще и день матери. Поэтому я в свою очередь поздравляю весь личный коллектив, личный состав бригады с этим праздником, с днем части. И также матерей, в первую очередь мам наших военнослужащих с этим праздником, с днем матери. Поздравление военнослужащим от командира части это всегда приятно. Но все же самый лучший подарок 14 октября смогли преподнести своим мамам солдаты срочной службы, поздравив их лично. С букетами цветов и радостным настроением военнослужащие 111-й гвардейской артиллерийской бригады встретились со своим самым дорогим на свете человеком, чтобы еще раз сказать «Мама, я тебя люблю». Я очень рада быть сегодня здесь и счастлива, что совпало так, что пригласили и благодарна. Как любая мама, волнуюсь, переживаю. Ну, все через это проходят и надеюсь в дальнейшем, что все будет у нас хорошо. Слезы радости, слова благодарности за сына. Цветы. Это неожиданная и приятная встреча навсегда оставит неизгладимое впечатление в жизни мамы Дмитрия Ярошука. Очень долго не видел, довольный. Просто не счастлив. Знаешь, что можно позвонить, они приедут, поддержат, помогут. В такой прекрасный день, День матери, у военнослужащих не было ни занятий, ни полевых учений. Задача у каждого одна – поздравить дорогих женщин, подобрав те самые слова, которые скажут о главном. А роль начальства, в свою очередь, поблагодарить тех, кто воспитал достойного защитника и даже защитницу своей родины. Продолжение следует...